Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики канала Укрлайф ТВ, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович, мой сегодняшний собеседник, политолог Алексей Якубин. Алексей, здравствуй, рад видеть. Вадим, приветствую тебя, приветствую зрителей, спасибо огромное за приглашение. Алексей, несколько тем в рамках сегодняшнего разговора я хочу обсудить и предлагаю начать с обсуждения заявлений, которые прозвучали из уст президента Зеленского на пресс-конференции в Киеве. Он сказал уже как минимум во второй раз, что представители России должны быть на втором мирном саммите, который должен состояться еще в этом году. Для этого к ноябрю планируют выработать некий план на трех встречах по энергетике в Катаре, по морскому коридору в Турции и по гуманитарным вопросам в Канаде. Скажи, пожалуйста, все идет к переговорам? Если да, то на каких условиях могут проходить эти переговоры и на каком уровне, какой статус будет этого переговорного процесса? Ты знаешь, мне кажется, что заявления Зеленского отражают ситуацию после первого саммита, когда стало очевидно, что первый саммит, конечно, он собрал достаточно большое количество и лидеров, и представителей других стран, но он в какой-то мере напоминал больше эхо-камеру. То есть по факту собрались в основном те страны, которые и так говорили о своей поддержке Украины. Стран глобального юга, на который был расчет, в особенности на Китай, который до последнего держал интригу Китая, не приехал на этот саммит. Я напомню. Более того, мы видели, что и некоторые другие страны глобального юга не отправили туда тех представителей, которые от них ожидались. Ну, например, Бразилия отправила только посла. И мне кажется, что после этого саммита стало уже... Знаешь, на самом саммите тогда звучала фраза, что без России это все эхо-камера условно. То есть Россия должна присутствовать, потому что вопросы, которые обсуждаются, без нее невозможно решить. То есть без желания России совершать в этом направлении шаги. Поэтому сразу же после этого саммита, через несколько недель... Плюс мы видим, что и на Западе меняется сама атмосфера. Потому что Запад, как мне кажется, сейчас пересматривает свою стратегию по отношению к российско-украинской войне, к тому, как долго она может длиться, насколько Запад готов быть вовлечен, сколько ресурсов выделяется и так далее. И это все влияет. Ну, американские выборы, я думаю, мы их еще затронем. Это вообще отдельный момент, да, то, как там в США происходят эти обсуждения и в какой-то наальности. И вот на фоне всего вот этого, конечно, я думаю, прозвучали заявления Зеленского, что Россия должна быть. Но я здесь обратил, знаешь, внимание на что? Что должна быть и будет, это на самом деле разные вещи, да. То есть, как бы, ну окей, в офисе президента считаю, что она должна быть. А какие гарантии, что она там будет? Ну, то есть... Я придерживаюсь другого мнения. Заместитель Лаврова сказал, что, ну хорошо, вот прошла ваша там первая вот эта конференция, они так достаточно пренебрежительно высказывались. Хотя внимательно следили за ней, да. Да, собрались вы там в Швейцарии, планируете что-то еще. А нам это неинтересно. Обсуждать формулу Зеленского нет. Зачем мы будем тратить свое время? То есть, официальная позиция Москвы понятна. А Зеленский продолжает говорить о каких-то представителях России. Кто может быть этими представителями? Кто согласится принимать участие? Интрига. Знаешь, Вадим, я думаю, что в офисе президента, во-первых, они рассчитывают, что, возможно, помогут посредники, ну, в виде какой-то из арабских стран, к примеру, да, которые выполняют свою роль, ну, в переговорном процессе, ну, скажем так, в обмене сообщений между Украиной и Россией. То есть, возможно, на это расчет, что, скажем так, одна из этих стран как-то поможет, да. Но в большей мере, я думаю, что в офисе президента, почему вообще Зеленский на этой пресс-конференции сказал, что он ставит, там, выработать, да, до ноября месяца полный план, там, задачу, да. То есть, это расчет смотреть на то, как дальше будет развиваться ситуация с американскими выборами, на самом деле. И от этого отталкиваться в дальнейшей стратегии. Мне, на самом деле, вот тут тоже, знаешь, был моментик, когда, вот я слушал президента, когда он сказал, что вот я ставлю, там, до ноября, да, выработать формулу, ну, полный план, у меня возник вопрос, а формула мира, это, как бы, не был полным планом? Ну, как бы, ну, да, потому что это же презентовалось как полный план. Еще один вопрос, Алексей, есть. До 5 ноября или после 5 ноября должен появиться этот план? Вот, абсолютно верно. Ну, то есть, смотри, и тут, как бы, я вижу историю таким образом, что в офисе президента, скорее, наверное, они просто сейчас смотрят на мировую конъюнктуру и думают, ну, будем смотреть, что дальше будет, да, вот, отодвигать вот эти сроки на то время. А по факту мы видим, что на наших глазах формируется, кроме, давай так скажем, формулы мира, формируется, наверное, что-то наподобие альтернативного трека. Это трек, который отчасти, наверное, ассоциируется с деятельностью Орбана. Еще раз говорю, я тут ни в коем случае там не, да, чтобы зрители понимали, не провожу апологию и так далее. Но очевидно, что на наших глазах формируется новый трек. И вот эти, я бы очень внимательно, на самом деле, сейчас обратил внимание, да, нас всех на то, что делал Орбан. И вот эти все поездки, еще раз говорю, ввиду смен политичной конъюнктуры, в том числе в Соединенных Штах Америки. Да, вот эти визиты Орбана в Киев, Москву, Пекин, потом встречи с Трампом за два дня до покушения, да, в его поместье во Флориде. И еще с Шарлю Мишелю там, если... Абсолютно верно, да. Посовершение, это понятно. Абсолютно верно. Я думаю, что это, на самом деле, в какой-то мере показатель, что Орбан пытается показать, что вот будет другой трек. Да, и вот этот другой трек, он начнет работать, наверное, когда уже после американских президентских выборов, да, если так случится, что победит, например, не представитель демократов, а победит Дональд Трамп, которого вот республиканская партия вчера официально уже утвердила в статусе официального кандидата от республиканской партии. Об американских выборах мы обязательно поговорим. Относительно заявления Зеленского об участии России во втором саммите, он же говорит, что к ноябрю должен быть план, и будут проведены встречи по вопросам энергетики в Катаре, по морскому коридору в Турции, по гуманитарным вопросам в Канаде. Но если мы говорим по подборке тех стран, например, вопросы морского коридора в Турции, здесь все понятно, то почему вопросы энергетики будут обсуждаться в Катаре, ну а гуманитарный блок в Канаде? Ну смотри, по поводу почему вопрос энергетики в Катаре, потому что, еще раз говорю, Катар и как и другие некоторые страны исламского мира, они являются также очень значимыми сырьевыми акторами, да, ну та же Саудовская Аравия, например, да, в поставках нефти и так далее. И поэтому, я так понимаю, есть попытка сказать, что Катар будет в одной из тех групп. Плюс я напомню, что когда предварительно перед первым саммитом проводились рабочие группы, наверное, группа, которая проводилась в Саудовской Аравии тогда, в Джиде, да, она была наиболее успешной вот из всех подготовительных групп, потому что там были представители Китая, к примеру, на все остальные группы, которые были и в Дании, или на Мальте, они не приезжали, я напомню, да, то есть, а вот исключительно на вот этот момент, ну уже я не говорю там о Швейцарии, а в Саудовскую Аравию не приезжали. Поэтому я думаю, что тут как бы расчет на то, что у вот части стран исламского мира, которые также поставляют нефть на мировые рынки, у них есть свои контакты, выходы на Россию, ну, очевидно, и на Китай также. И опять же, о выводе российских войск в территории Украины речь не идет. Ну, смотри, если мы говорим о так называемом китайско-бразильском мирном плане, да, который был представлен и Китаями, и Бразилией, и на котором как бы официальный Пекин настаивает, то да, действительно, там есть, знаешь, такие моменты, которые кажутся, ну, некое противоречие, потому что часть пунктов говорит о международно признанных границах, да, и что Китай поддерживает концепцию международно признанных границ по понятным причинам, почему Китай так делает, потому что есть фактор Тайваня, например, да, но в то же время, да, действительно, там есть по факту, если так внимательно читать, концепция заморозки по линии огня, по большому счету, да, потому что... И, ну, я так понимаю, что если мы говорим, например, об потенциальном обсуждении вот по линии, о которой я уже сказал, Орбан-Трамп, да, то там, наверное, скорее обсуждался вот эти моменты, там Орбан, там Си, да, то есть вот скорее обсуждались моменты, элементы так называемого вот это китайско-бразильского мирного плана, ну, элементы, потому что пока что мы не знаем, если все-таки действительно в Соединенных Штах Америки произойдет смена президента, да, и будет Трамп, то как будет окончательно выглядеть его видение регулирования всего этого. Но по факту я бы сказал, что вот по поводу мирных планов и так далее, я думаю, что в какой-то мере все равно мировая сейчас погрестка до ноября месяца, она вряд ли будет, ну, вряд ли мы увидим здесь какой-то, знаешь, значительный прорыв, ну, разве что администрация Байдена в конце решит, что нужно сделать им какой-то, ну, такой суперход, да, но и то пока, честно говоря, мне в это верится мало. Ну, и, видать, неспроста появились результаты социологического опроса, согласно которому 44% украинцев считают, что время переговоров настало, 83% не согласны на условия России, и также Левада-центр опубликовала свой результат, и там тоже подавляющее большинство выступают за переговоры. Ну, мы понимаем, что социология в России – это такое дело тонкое, но, тем не менее, такое вот совпадение. Ну, смотри, там, если мы говорим о нашей социологии, давай тоже отметим, что во время военного положения все-таки есть некая условность, условность связана и с тем, как построить выборку, учитывая демографические колоссальные изменения в стране, перемещение людей туда и сюда, ну, эти нюансы присутствуют, ну, и плюс тоже фактор войны, хочешь или не хочешь, я думаю, он влияет на искренность респондентов, то есть кто что говорит, да, то есть все-таки потому, что часто так бывает, что социологи воспринимаются все равно широкими, ну, обществом, широкими общественными группами, воспринимаются как представители истеблишмента. Ну, и ты сам понимаешь, что это может влиять на то, как люди, то есть люди ориентируются на то, как они, наверное, считают правильно ответить, то есть вполне может быть, что цифры могли бы быть немножко другими. Ну, и плюс абсолютно так, как проводился соцопрос, одно дело это когда фейс по сексу, а другое по телефону. По телефону, я же вот об этом и говорю, да, то есть, но я думаю, тенденция присутствует на самом деле, и я бы сказал, что, скорее всего, есть и закрытые соцопросы, и я думаю, что это так или иначе все равно влияет на где-то на власть, то есть власть видит, что в обществе по сравнению с 23-м годом оно меняет соотношение. С другой стороны, вот интересно, в этом же соцопросе, если я не ошибаюсь, там были результаты, что, если я не ошибаюсь, в районе 80 опрошенных процентов, они говорили, что вот должны быть выход на границы 91-го года. Ну, то есть, и вот как одно положение согласуется с другим, это, я бы сказал, загадка для нынешней власти, для Офиса Президента. О Марьяне Безуглой вынужденной вновь сказать несколько слов, продолжает она обвинять всех и вся, в очередной раз от нее досталось к главнокомандующему Александру Сырскому, с достаточно серьезными обвинениями она выступила, сказала о том, что наш главком выступает за прекращение огня с России, не верит в победу, написала она, что ей подтвердили два важнейших момента относительно позиции Сырского и его окружения, он согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру. Сырский не верит в победу и искренне считает, что мы не способны получить преимущество над россиянами на собственной земле. Кстати, примечательно, что Зеленский на пресс-конференции, о которой мы вспоминали выше, он защищал Сырского, а без угла отстранена от должности главы подкомитета, комитета парламента, и плюс еще попала в базу миротворца. Вот эта риторика без угла. Понятное дело, что мы уже все к ней привыкли, но то, что она говорит, или те обвинения, с которыми она выступает, это очень и очень серьезные вещи, потому что, проще выражать, главнокомандующий армии, воюющий страны, получается, не верит в собственную армию. Ну, смотри, я не знаю, как бы источники без угла, да, это все, то есть такой вопрос открытый, но я могу сказать, что, да, действительно, она в информационном поле за последние, наверное, полтора года, наверное, одна из главных ньюсмейкеров на тему, условно, того, что как бы отчасти, мы понимаем, возможно, происходит внутри военных структур, которые достаточно закрыты, на самом деле, для общества, да, и часто мы не знаем, что там происходит, ну, по понятным причинам есть вопросы и государственной безопасности, да, и так далее, но без угла она в этом плане выбрала другой стиль информационный, она постоянно представляет, да, свою позицию, которая часто, заметьте, она разными группами в общество воспринимается как слишком откровенная, контраберсионная даже и так далее, да, но факт со фактом, что, наверное, она была одной из первых, кто начал критиковать Валерия Залужного в публичном поле, ну, как народный депутат, да, и так далее, и в конце концов произошла отставка Залужного. Ну, как бы, да, то есть, и поэтому... Споминаем фирала Судаля. Абсолютно верно, ну, я вот об этом и говорю, то есть, поэтому, как бы, то, что она сейчас действительно новоинформационная, мы видим, да, такая атака в сторону Александра Сырского и так далее, информационная, и она это позиционирует как борьба с советским генералитетом и так далее, и, по сути, пытается, да, тут сказать, что линия, это все одна и та же линия, которая была все это время. Ну, я бы так сказал, что да, это отчасти где-то вызывает такое вот, ну, у людей где-то непонимание, но, с другой стороны, я вижу, что и кто-то это воспринимает как, ну, я так понимаю, что есть некая аудитория, которая воспринимает это как, ну, скажем так, попытку без угла разобраться в ситуации. Другое дело, что, давай так скажем, в ситуации войны, да, и когда мы понимаем, что Россия может использовать, конечно, любую информацию, да, и выкручивать, и без угла, по сути, да, она как бы информационно, они подхватывают и распространяют, то есть понятно, что она с такой цели, наверное, себе не ставит, да, но так происходит, тут, конечно, это вызывает участие вот людей, я так понимаю, такую реакцию на ее посты, да, на ту информацию. Но, опять-таки, знаешь, тут тоже вопрос, я всегда вспоминаю девиз Вашингтон-Пост, известная газета, которая у них написана в штаб-квартире, что в длительной перспективе сладкая ложь оказывается намного горше правды в моменте, да, то есть, мне кажется, с кейс без угла, он нас приводит вообще шире к вопросу, а как обсуждать обществу какие-то наболелые вопросы, которые могут быть, да, связаны с ситуацией в армейских структурах, вот как это обсуждать, без хайпа, без и так далее, ну, то есть, вот это вопросы, ну, я бы, я на это смотрю, еще раз говорю, я ни в коей мере тут, еще раз не хочу, чтобы наши зрители подумали, что я не изучаю без угла, но мне кажется, что вопросы, связанные с тем, как обсуждать такие сложные моменты, они остаются, и я, как эксперт, я за то, чтобы иметь, чтобы общество могло честно и свободно обсуждать такие вопросы, ну, понятно, понимая, что есть какие-то, возможно, ограничители, связанные с государственной тайной, да, но в целом, учитывая, что это касается всего общества, разных социальных групп в обществе, я думаю, что такие вопросы, они нуждаются все-таки в таком достаточно честном и, наверное, не хайповом обсуждении, как это, к сожалению, у нас происходит. Я, кстати, вспомнил, что на страницах британского издания The Guardian недельки так три назад появилась публикация, и Марьяна Безуглая давала комментарий, и там был также абзац посвящен тому, что если многим военным, когда она критиковала заложного, это не нравилось, то сейчас отношение к ней изменилось, и украинские военные говорят о том, что да, она поднимает достаточно резко, но все же она говорит о важных вещах, вот те проблемы, с которыми сталкиваются украинские солдаты, украинские военные в условиях войны, то есть если все вокруг молчат, то она, ну, скажем так, со своей фейсбучной трибуны, она это говорит. Ну, смотри, тут давай так скажем, просто для понимания, должны ли политики в целом обсуждать такую тему? Я думаю, да, их роль быть коммуникаторами. Другой вопрос формы, да, формы обсуждения и так далее, то есть потому что что-то, наверное, может быть обсуждаемо только в закрытом круге, но что-то должно, ну, так как это касается общественных дел, да, обсуждаться и более широкой аудитории. Но по поводу Сырского хотел спросить твое мнение относительно вот той встречи, которая состоялась у нашего главкома с Бернаром Анри Леви, его называют французским философом, мы общались с Андреем Золотаревым, он говорит, ну, философом его можно так условно назвать, но то, что эта встреча состоялась, это плохой знак, учитывая бэкграунд этого мсья Бернара Анри Леви, ничего хорошего не светит. Ну, хорошо, главнокомандующий встречается с философом. Ну, может кому-то показаться этим, этот факт достаточно странным. Ну, смотри, я тут, ну, как бы оценку, скажем так, я скажу, мне кажется, ну, наверное, главнокомандующий должен встречаться со всеми людьми, которые могут потенциально помочь обороне Украины, да, конечно, учитывая позиции главнокомандующего. Насколько я понимаю, Леви, он неоднократно публикуется во Франции и, да, имеет возможность влиять на французскую информационную повестку. Нужны ли нам голоса, которые бы доносили позиции Украины и ситуацию тут во Франции? Конечно, нужны. Ну, то есть, если это в таком ракурсе смотреть, я считаю, что, конечно, главнокомандующий должен стараться в этом плане делать, опять-таки, ввиду своих полномочий, потому что, наверное, все-таки главнокомандующий, это, в первую очередь, главнокомандующий не только, да, это информационное обеспечение, а и другие вопросы. Но, насколько я знаю по поводу Сырском, он действительно во многом вовлечен сейчас в вопросы, ну, такого микроменеджмента, да, ну, по деятельности, то есть он часто присутствует на фронте. Ну, как бы, еще раз говорю, мы должны понимать, что сейчас на Западе информационная повестка, она меняется ввиду разных обстоятельств, да. Я не сторонник того, чтобы это все объяснять исключительно, там, знаешь, что, вот, там, условно, понятно, что у России там есть какие-то агенты, и агенты влияния, и так далее, это все влияет, но не без того, что есть и другие проблемы, да, которые там проявляются, то есть не только России, условно говоря, да. И, мне кажется, для Украины действительно важно, чтобы в той ситуации, а мы сейчас как бы похожи, что мы входим в критическую важную фазу российско-украинской войны, важно, чтобы позиции Украины, позиции части, там, ее военных доносились до разных аудиторий. Потому как бы с этой позиции я считаю, что, да, конечно, украинской власти, мне кажется, надо, наоборот, более активнее, наверное, работать с различными источниками, может быть, более активнее пускать западных журналистов на линию фронта, да, потому что, насколько я знаю, сейчас, ну, и была такая история, что не так просто получить возможность туда поехать, да, то есть нам стоит понимать, что, ну, информационно, заметьте, даже вот эта история с Ахмадетом, вот это важный момент, да, весь этот ужасное действие, да, атаки России, заметьте, они пока не привели к тому, что западные страны, например, там, приняли решение о том, чтобы Украина могла использовать западное оружие, да, и бить по международно признанной территории России, да, там, на 300 километров и так далее. Хотя в Киеве казалось, что... В Патагоне, что Соединенные Штаты Америки не намерены пересматривать. Да, да, я об этом и говорю, хотя в Киеве казалось, что после, ну, такого, да, будет некое решение, а его не происходит. Почему? Потому что, вот, мне кажется, что мы должны понимать, что где-то вопрос Украины, он упоминается, но он начинает где-то сходить на вторые, третьи и дальше полосы. То есть, и это проблема, что Российско-Украинская война где-то на Западе, она начинает восприниматься рутинизированно. Знаешь, как вот там события на Ближнем Востоке. Вот давай тоже, ну, так, чтобы быть честными, как мы длительное время их воспринимали, например, до начала Российско-Украинской войны в Украине. Ну, есть они там, да. Ну, что-то где-то там происходит, стреляют. Постоянно, да. Что-то постоянно где-то происходит там, да, время от времени, и мы как бы вот так воспринимаем, ну, да, там, ну, есть, да. Ну, то есть, только всплески, да, какие-то, они там дополнительно привлекают внимание. Ну, вот проблема в том, что у нас где-то похожая история сейчас происходит с Российско-Украинской войной в плане восприятия, да, рутинизация происходит. То есть, ничего нет плохого в том, что Сырский встречался с Бернаром Андрею Леви? Еще раз говорю, я это рассматриваю в информационную составляющую. Я считаю, что надо встречаться со всеми, с кем возможно, чтобы доносить позицию Украины. По поводу американских выборов, инцидента в Пенсильвании, Дональд Трамп выдвинут уже официально, республиканской партии, состоялся съезд, выдвинут он от имени этой партии, также назван и кандидат вице-президент из Соединенных Штатов Америки от республиканской партии. А здесь есть о чем поговорить. Вот по поводу этого американского политика, молодого, который был выбран Дональдом Трампом в качестве кандидата вице-президента, беря во внимание все те заявления, которые звучали из его уст. Очень интересно. Ну смотри, Ди Венс на самом деле очень интересный кандидат, без сомнения. Я, кстати, перед нашим эфиром даже посмотрел фильм, снятый по его книге. Он называется «Деревенская элегия». Эту книгу он написал через три года после окончания «Ельской школы права». Она о нем, по сути. Потому что там главный герой – это он и его взросление, как он дошел до тех позиций, которые он имеет. И там на самом деле книга, ну и фильм по факту, он имел большую популярность в Штатах, я хочу отметить. «Хилл Билл Элоджи». Потому что он, по сути, в этой книге, потом в фильме, он показывает проблемы американцев из так называемого ржавого пояса. С какими проблемами сталкиваются рабочие семьи. Проблемы социальные, связанные с наркотической зависимостью, алкогольной зависимостью, сложности внутри семьи, в семьях, как сложно учиться в такой ситуации. Но там есть несколько важных моментов, мне показалось, и это, я думаю, будет влиять на позицию вице-президента. Во-первых, такая, знаешь, звучала ключевая мысль, что нужно возродить американскую мечту. А американская мечта состоит в том, что это шанс. Каждый должен иметь шанс. И государство должно создать такой шанс. Дать человеку шанс. И вторая позиция, что мы... То есть наше прошлое определяет, какими мы есть, но оно не определяет, каким нам быть. Это тоже важная позиция, на самом деле, что от человека зависит... То есть мы несем, конечно же, на себе... Это мы можем говорить, знаешь, и в американском, и не только в американском. Мы несем, конечно же, память прошлого, но оно не должно определять тем, каким нам быть. И каким должно быть будущим. Конечно, да, и мы можем его менять. То есть у нас должна быть такая возможность. И плюс там тоже интересный есть момент, знаешь, о том, что жители вот этих городов из холмов, как там и называется, то есть по сути деревенские, что они всегда с уважением относятся к своим мертвым. Какими они мы не были бы. Это очень, на самом деле, ну, я бы сказал, что в какой-то мере, да, я думаю, что этот фильм и книга, это отчасти мы видим здесь и программу, которую будет новый, ну, кандидат от республиканцев, да, вице-президент Девенс проводить в дальнейшем. То есть я думаю, что по плане Украины мы видели его заявление, да, и он писал в свое время колонку в New York Times. То есть если глобально, как мне кажется, его позиция, она не сильно отличается в данный момент от позиции Трампа. Хотя, кстати, были моменты, когда он сам критиковал Трампа. У него был такой период. Ну, в свое время и Байден критиковал Барака Обаму, но это не помешало ему стать кандидатом. Да, конечно, конечно, да, абсолютно верно, да. И там Девенс у него есть, ему 39 лет, он 84-го года рождения. То есть мы, если не ошибаюсь, только в августе будет 40 лет. То есть это новое поколение, на самом деле, республиканцев. Я думаю, что Трамп пытается тем самым показать для этой аудитории, что если все удастся, кто может быть лидером следующего поколения, потому что этот вопрос в США очень часто поднимается сейчас. В плане религиозном Девенс был протестантом. Впоследствии он принял католицизм. Для республиканцев это тоже играет роль, два не забывается. Ну и как мне кажется, что в этом плане Трамп будет его позиционировать как такое новое поколение республиканцев. Вот еще раз, возвращаясь к Украине. Да, у него были такие достаточно резкие заявления по поводу того, что помощь Украине слишком большая, что мало контроля, есть коррупция, что нужно больше контроля и нужно думать, как решить российско-украинскую войну. Потому что США слишком вовлекают на это, тратят много ресурсов, а главный вызов – это Китай. Поэтому, смотри, как мне кажется, эта позиция, давай так скажем, понятно, что какие-то вещи полемические он сказал в контексте, когда тогда обсуждалось, помнишь, был период в Конгрессе и в Сенате принимать помощь Украине или не принимать и так далее. Это обсуждалось. Просто Байдену со стороны республиканцев он тоже был одним из санкторов этих вопросов. Да, но в целом, я думаю, что это показатель того, что Дивент, скажем так, он не говорил ничего такого, чего бы Трамп не мог сказать. И это означает, что для Киева, конечно же, сейчас будет создаваться намного более сложный вопрос, как работать с Трампом. Вообще, как найти выход на Трампа? Мне кажется, что в этом есть большой вопрос. Потому что из того, что мы знаем, глобальных политиков значительных украинских не было на съезде республиканской партии в Милуоке. Их не было. То есть там были небольшое количество представителей украинцев и по религиозным каналам. Это, кстати, нам еще раз говорит о том, что многие религиозные факторы будут также играть роль. Это типично для республиканцев. Я имею в виду, что мы знаем, что в Раде сейчас время поднимается закон по поводу УПЦ, так называемого запрета УПЦ. И есть сторонник его, например, в стане пятого президента Бойко, например, стоит против. И тут есть вопрос, как быть дальше с такими законопроектами. Потому что это может иметь определенное влияние на религиозную среду и не только в Украине. Потому как бы, мне кажется, в этой ситуации Киеву нужно думать, как с такими сложными, можно сказать, людьми уже сейчас стараться построить какие-то мостики. Найти различные выходы. Можно их найти? Я считаю, что можно. Я уже сказал, что есть религиозные каналы, по которым, возможно, тут стоит подумать, как работать. Я не знаю, можно ли активно использовать для этого украинскую диаспору. И насколько она была до этого задействована во многих процессах. Я имею в виду влияние на республиканцев или демократов. Но в любом случае... Но в любом случае... Да, Леш, есть же еще и третий вариант. Но тогда необходимо будет раскошелиться, нанять американских лоббистов и вперед. Ну, понимаешь, оно то так, с одной стороны. Но с другой стороны, есть же, как когда-то говорила, Симона де Бувар, лично это политическое. Ты знаешь, что у Трампа есть свое политическое отношение к нынешнему президенту Украины и к нынешнему украинскому руководству. Ну, то есть была некая история, скажем так, их взаимодействия в начале президентства Зеленского. И тут вопрос, как, если Трамп в итоге действительно станет президентом, будет ли он эти моменты продолжать дальше? И как он будет их продолжать? Ну, за последнее время, за последние несколько месяцев со стороны Зеленского были попытки коммуникации с Трампом. Он публично к нему обращался. Мы хотим услышать ваш план, что вы предлагаете. Если ваш план подразумевает в том, что Украина должна потерять там часть своего суверенитета, независимости, давайте это обсуждать. Мы за честный и откровенный диалог. Раня Зеленский говорил о том, что вот приедьте в Украину и посмотрите, что творит Россия, что такое война. Тогда Трамп отреагировал, сказал, это некорректно. Вы сейчас работаете с другой американской администрацией, я влазить не буду, потому что, мол, это не Камильфо. Я не президент США. Я не президент. Я обычный американский политик, претендующий на возвращение в главный кабинет Белого дома, в овальный кабинет. Не более того. Это то, что мы знаем из публичной сферы. То, что там за кулисами, понятное дело, остается за кулисами, мы не знаем. Я тебе об этом и говорю, но мне кажется, что офису президента уже нужно думать об этом. Как дальше выстраивать свое взаимодействие, если так случится, что в Штатах победят республиканцы. А мне кажется, что после покушения на убийство с Трампом, это, скажем так, шансы Трампа и до этого были выше, потому что американские социологи это показывали. А сейчас они еще более-менее увеличены. Потому что, опять-таки, возвращаясь к тому же избирателю Трампа, вот я не просто так упомянул религиозный фактор, часть избирателя, это представители различных христианских движений, и часть из них восприняли спасение Трампа как некий знак богоизбранности. То есть тут стоит понимать еще психологию людей. То есть они восприняли, что его спас Бог. И что у него есть некая миссия. То есть у Трампа и так было миссианские, скажем так, ощущения себя. У некоторых кандидатов в президенте и впоследствии президента в Украине тоже были такие вот склонности. Я согласен, согласен. Потому как бы тут, как мне кажется, уже сейчас официальному Киеву ввиду нашей, на самом деле, во многом асимметричной зависимости от США, нам стоит думать, как строить свою политику, если там администрация поменяется. Понятное дело, что если даже условно представим себе, что там поменяется администрация, демократы все равно будут иметь определенные возможности влиять и так далее. Но мне кажется, что уже сейчас стоит продумывать разные варианты. Потому что, как бы, в целом ситуация может свестись к тому, что мы уже наблюдали, когда блокировали помощь Украине, республиканцы, да, и вспомни, тогда была попытка перенести больше вес на Европу. Где-то она удалась, а где-то с этим были и проблемы, потому что Европа тоже не может прям многое, да. То есть, а это в свою очередь... Но это политика Трампа перенести больше на Европу. Мол, конфликт где происходит? В Европе вот вы и занимаетесь. Да, но тут вопрос, смотри, мы сразу приходим к тому, что я уверен, что администрация Байдена, Трампа, да, если она, вот, Трамп придет к власти, наверное, действительно, одним из первых шагов будет попытка какого-то реализации мирного плана, как это видит Трамп. Насколько Украина сейчас может повлиять на видение Трампа, его окружения, это вопрос. Потому что Ди Вэнс, вот, о котором мы с тобой уже упоминали, он, в принципе, где-то высказывался, как потенциально Трамп мог бы это видеть, что Трамп хочет вести переговоры с Путиным, да, и там есть вот эти моменты о заморозке огня. По-живому видим, как говорил классик, это будет совершенно другая история. Алексей, спасибо за сегодняшний содержательный, интереснейший разговор. Друзья, Алексей Якубин, известный украинский политолог, был сегодня вместе с нами на Укрлайф ТВ. Напоминаю, если еще не подписаны по каким-то причинам на наш канал, подпишитесь и поставьте лайк этому видео. Берегите себя, всего доброго. Спасибо огромное, спасибо огромное.